Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Александра Чурина. На эти цели чиновники хотят направить средства бюджетного кредита. А примерная необходимая сумма еще миллиард. Кроме того, Чурин обещал расширить список категорий льготников, которым доступны скидки на проезд. Однако, кто в него попадет и когда, пока неизвестно. Программа Экономика. Кировское правительство собирается продлить налоговые льготы для бизнеса. Речь о пониженных ставках по ОСН для представителей, как выражаются чиновники, наименее восстановившихся отраслей. В 2021 году они были понижены примерно в три раза относительно общепринятых. Власти намерены теперь установить ставки в два раза ниже, чем принято. То есть по объекту налогообложения доходы 3%, а не один, как сейчас, и по объекту доходы минус расходы 7,5%, а не 5%. Кроме того, собираются поддержать снова тех, кто платил ЕНВД и столкнулся с ростом налоговой нагрузки за его отмены. Ставки по ОСН тоже будут снижены, за исключением лесной сферы. Если ОЗС одобрит правительственные законопроекты, ставки будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Во всех школах начнут преподавать финансовую грамотность с 1 сентября 2022 года. Такие уроки войдут в образовательную программу школьников 1-9 классов всех российских школ. Стандарты разработали при участии Банка России. В начальных классах их включат в уроки по математике и окружающему миру и будут рассказывать про мошенничество при покупках в интернете, научат анализировать свои доходы и расходы. В 5-9 классах на общество знаний математики и географии будут объяснять основы предпринимательства и налогообложения. Также российских детей будут учить самостоятельно заполнять простые формы финансовых и налоговых документов. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.